Приветствую вас, друзья, подписчики, зрители канала. Продолжаем обзор монет. И сегодня хочу предложить вашему вниманию линеечку монет Венгрии. И первая самая маленькая монета номиналом 5 филеров 1953 года. Здесь мы видим круговую надпись. Народная республика Венгрия. И лицо девушки в национальном костюме и головном уборе, повёрнутое влево. На реверсе монеты обозначен номинал. Крупная цифра 5 и внизу надпись филер. И растительный орнамент по кругу. Монетка выполнена из алюминия. Сохранность монет не очень высокая. Ну вот. В таком качестве пока есть. Следующая монетка это 10 филеров. Год выпуска 1974. Здесь также мы видим круговую надпись. Венгерская народная республика. И изображение голубя мира с оливковой веточкой в клюве. Реверс монеты довольно простенький. 10 филеров и две буквы БП, то есть Вудапешт. А это монетка номиналом 20 филеров. Год выпуска 1978. Круговая надпись такая же и дата, разделённая колосем и пшеницей по центру в виде трёх колосков с перевязью внизу. На реверсе мы видим номинал 20 филеров и также буквы БП. А это перед нами монета в 50 филеров. Надпись круговая выполнена довольно крупными буквами. И в центральном кружке мы видим изображение моста. Это один из многих мостов в Будапеште. Он имеет своё название. Мост Елизаветы. При своём открытии он выглядел совсем иначе. Дело в том, что мост, который существует сегодня, это второй вариант. Построенный в 1964 году. И нисколько не похожий на своего оригинального предшественника. Строительный проект был разработан отделом мостостроения довольно давно, ещё в XIX веке. Строительство велось с 1898 по 1903 год. Результат венгерских инженеров-строителей стал большим мировым достижением в мостостроительстве. Это был первый подвесной мост в мире, который соединил берега Дуная, находящиеся на расстоянии 290 метров. Поддерживая стальные пилоны центрального пролёта без дополнительных опор в русле реки. На обоих берегах к центральной части моста примыкали 42-метровые береговые опорные части. Мост по праву продолжал оставаться уникальным сооружением ещё по крайней мере четверть века. В ходе строительства моста ещё в 1902 году был замечен некоторый крен моста, который удалось ликвидировать, расположив в обоих береговых основаниях огромные укрепительные бетонные блоки. 16 октября 1903 года состоялось открытие моста, стоившее городской казне 12 403 000 крон. В 1914 году было открыто трамвайное движение по нему. Как и другие дунайские мосты, мост Елизаветы был безжалостно взорван отступавшими гитлеровскими войсками в январе 1945 года. Искорёженные взрывом на уцелевшие береговые основания моста, словно страшные раны, всё ещё долгое время стояли на обоих дунайских берегах. Новый же мост был торжественно открыт 21 ноября 1964 года. Он был весь выполнен из стали. Вес его был 6300 тонн. Состоял он из 29 частей, а поддерживают его тросы весом в тонну. Изготовленные на венгерских предприятиях. Вот так выглядит реверс монетки. Номинал 50 с оливковыми листьями. Филлер. И дата 1984 и две буквы BP. Монета выполнена из алюминия. Следующая монетка довольно симпатичная. Это монетка номиналом 2 форента. Довольно оригинальное оформление. Здесь мы видим герб Венгрии и надпись Венгерская Народная Республика. И вот такое оригинальное оформление гурта. Довольно крупный номинал. Два форента. Буквы BP. Будапешт. И дата 1983 год. И довольно интересное оформление вдоль гурта. Как будто номинал подсвечен. Монета выполнена из латуни. Есть и вот такой вариант монеты номиналом в 2 форента. Здесь мы видим надпись. Такую же как и на предыдущих монетах. Но по центру изображения крокуса. Крокус это один из первоцветов. Второе название шафран. В настоящее время известно около 300 сортов крокусов. Все они делятся на весенние цветущие и осенние цветущие. Для промышленного выращивания шафрана с целью получения приправы или сырья. Для лекарственных средств используется всего лишь один сорт крокусов. А именно крокус или шафран пассивной. По латыни крокус сатиус. Это осенне цветущий сорт шафрана. В диком виде он не встречается абсолютно. И вот так выглядит реверс монетки. Номинал 2 и надпись форент. Следующая монетка довольно симпатичная. Эта монета номиналом в 10 форентов 1986 года выпуска. Монета латунная. Имеет очень красивое изображение женщины, держащей пальмовую ветвь в лучах восходящего солнца. Вот так выглядит реверс этой монеты. Довольно крупный номинал 10 форентов. Герб в Венгрии и дата разделенная гербом на две части. Есть и вот такой вариант 10 форентовой монеты, выполненная из никеля. По центру видим герб в Венгрии и круговую надпись и дата внизу. На реверсе обозначение номинала. Начертание цифры 10 оригинальное. Надпись форент и две буквы БП. Ну и последняя монетка этого ряда. Эта монета номиналом 5 форентов, выпущенная из никеля в 1979 году. На монете мы видим портрет Лайоша Кошута. Лайош Кошут, венгерский государственный деятель, революционер, журналист и юрист, премьер-министр и правитель-президент Венгрии в период Венгерской революции 1848-1849 годов. Вот здесь внизу мы видим слово Кошут. Вот так выглядит реверс этой монеты. Номинал 5 форентов, вверху герб в Венгрии, разделенная дата 1979 и растительные орнаменты с двух сторон. Всем спасибо за просмотр и до следующих обзоров. Всем удачи!